Привет! Что такое Non-Farm и как заработать на Non-Farm обсудим в этом выпуске, а также я покажу разворотные точки на графике, где вы как трейдер сможете заработать вместе со мной на этой неделе, а также обсудим валюту, на которой лучше всего запускать моего торгового робота. Меня зовут Роман Корнев, приветствую всех трейдеров компании Amarkets. Итак, начинаем. Как заработать на Non-Farm? Как заработать на самой новости мы обсудим в конце, досмотрите до конца в разделе экономические события, а сейчас посмотрим технические факторы, на которых тоже можно заработать на евро-долларе. Сейчас мы видим на графике H1 восходящий тренд, он пошел в коррекцию и на пути этой коррекции цена встречает уровни поддержки, основанные на соотношении Fibonacci. Совсем недавно цена отбилась от уровня 38.2, вот мы видим здесь коррекция составила 133 пункта. Теперь я рассчитываю, если цена дойдет до уровня 50, то в районе цены 1.08.19 можно рассчитывать на коррекцию вверх и заработать на росте. То есть здесь мы будем покупать и зарабатывать на росте. Разворотные точки я показываю бирюзовыми квадратами, кто первый раз меня смотрит, и стрелочкой направления движения, куда я прогнозирую движение цены. А также в районе цены 61.8, около цены 1.07.95 можно рассчитывать на рост евро-доллара. Отсюда будем покупать и зарабатывать на росте. Далее новозеландский доллар к доллару движется вот в такой консолидации, похожей на сужающийся треугольник. И это именно та валюта, на которой лучше всего торговать моим торговым роботом в режиме buy-sell одновременно. Потому что смотрите, вот эти качели вверх-вниз, 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 как раз таки дают возможность зарабатывать при движении в любом направлении. Кстати, если вы клиент о маркетс и у вас есть счет, пишите мне в телеграм. Ссылка на телеграм под любым роликом на моем канале, ссылка на мой канал в описании к этому видео. Я вам подскажу, как его получить совершенно бесплатно. Если же вы не торгуете роботами, а хотите вручную торговать, то здесь я подскажу вам вот такие вот линии поддержки, сопротивления и разворотные точки. Смотрите, в районе линии поддержки около цены 0.62.20 можно будет покупать и зарабатывать на росте. А если цена пойдет наверх, то в районе линии сопротивления около цены 0.62.95 можно будет продавать и зарабатывать на снижении. Австралийский доллар движется в похожей консолидации. Также у него есть линия поддержки и сопротивления. Вот здесь вот можно будет продавать около линии сопротивления и зарабатывать на снижении. А если цена пойдет вниз, то его встретит на пути линия поддержки. от нее цена с очень высокой вероятностью может отбиться и можно заработать на росте. Кстати говоря, по австралийскому доллару и по новозеландскому доллару будут также новости, поэтому обсудим, обязательно досмотрите до конца. Канадис франк движется вот в такой вот фигуре, также имеет линию поддержки и сопротивления, поддержка и разворотная точка в районе цены 0.6699, а сопротивление в районе цены 0.6895. Отсюда можно будет продавать и зарабатывать на снижении. Британский фунг швейцарскому франку имеет вот такую фигуру, есть линия сопротивления, также в районе цены 1.1389 можно будет продавать и зарабатывать на снижение в районе вот этой разворотной точки. Ну что, полный выпуск смотрите обязательно на моем канале по ссылке в описании, там я рассмотрел также инструменты по золоту, S&P 500 и по другим валютным парам. Ну а сейчас давайте посмотрим экономические события и как мы можем заработать на нонфарме. Итак, в понедельник особых новостей нет, хотя новости вроде есть, но такие, которые мы рассматриваем, конкретно я, здесь нет. А вот во вторник решение по процентной ставке, о котором я говорил, австралийского центробанка. Ожидаем рост австралийского доллара. Почему? Потому что предыдущая ставка 3.6, а планируется 3.85, то есть повышение на 0.25%. Как правило, это приводит к укреплению национальной валюты. Но обратите внимание, что последние месяцы цена реагирует порой прямо противоположно, поэтому рассчитывать на стопроцентный рост не стоит, лучше торговать на коррекции. Кстати говоря, кто торгует моим торговым роботом, там у меня есть такая функция, как раз таки по стратегии вилка, когда выставляется два ордера, чуть подальше от цены перед новостью, один ордер на покупку, другой на продажу, и в момент выхода новости, если цена бьет в одну сторону, и один ордер срабатывает в плюс, то другой тут же автоматически удаляется, чтобы случайно его не задеть и не уйти в минус. Вот это очень удобно, робот быстро срабатывает, мгновенно удаляет эти ордера. Поэтому, кто пользуется, имейте в виду. Идем дальше. В среду также решение по процентной ставке новозеландского центробанка. Тоже повышение, тоже на 0.25, поэтому если подтвердится прогноз, ожидаю рост новозеландского доллара. В четверг есть новость, число первичных заявок на получение пособий по безработице. Здесь идет увеличение пособий, но всего на 2000, поэтому ожидать, что прям тут такой сильный рост укрепления, точнее никакого укрепления, точнее пособия по безработице это плохой негативный фактор. Ожидать снижения доллара на фоне этой новости вряд ли стоит. Ну и единственное, что вот неделя вообще такая волатильная, да, нонфарм, в преддверии нонфарма, поэтому может и волатильная быть новость, просто из-за того, что выступит триггером таким вот сливой ликвидности. А вот в 15.30 новости по Канаде, изменение занятости конкретно. И здесь сильное уменьшение занятости, да, с 21 тысячи до 14 тысяч. Это соответственно очень такой мощный разрыв, кто у меня проходит профессиональный курс, знает, я на это обращаю внимание. Здесь как раз таки возможно негативная новость будет, если подтвердиться, да, негативная новость для Канады. Соответственно пара доллар канадец может укрепиться, вырасти в моменте. Ну и наконец пятница, везде выходные, а в Америке изменение числа занятых вместе с хозяйственным сектором, то есть выход нонфарма. Как нам заработать на нонфарме? Мы видим, что предыдущее значение было 311, а прогнозируется 238, то есть существенное снижение. Снижение занятых это конечно негативный фактор, поэтому ожидаем ослабление доллара. Ослабление доллара, а если мы торгуем евро-доллар пару, то соответственно ожидаем рост пары евро-долларов в моменте. Но также предупреждаю, последние недели новости порой бьют, прям цена в обратную сторону бывает, поэтому лучше торговать на коррекциях. Кто не смотрел, у меня есть видео про то, как торговать на новостях, обязательно посмотрите. Ну что, мы обсудили с вами важные экономические новости, на которых можно заработать. Я показал разворотные точки. Если вы желаете торговать моим торговым роботом, у вас счет в компании Амаркетс, обязательно пишите мне. Переходите на мой канал по ссылке в описании, я предоставлю его бесплатно. Но если вы только начинаете свой путь, обязательно тоже переходите ко мне на канал. У меня есть курс для начинающих с нуля, базовый курс и до конца месяца на него скидка 30%. Если видео было полезно, ставьте лайк. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok